Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. Сегодня мы под традицией разберем один единственный евангельский стих, который поможет нам разобраться в некоторых закономерностях жизни, причем в тех закономерностях жизни, которые мы любим, конечно, сравнить свою жизнь с себя в центр мира, поместить и, наоборот, позавидовать окружающим, посмотреть, что у ближнего, что да как, какие у него там сучки в глазах, не замечая бревен в своих глазах. Ну, то есть, в принципе, должно быть интересно для нашей грешной метущейся души. Однако я надеюсь, что по итогам нашего разбора мы сможем духовную пользу из этого получить, потому что все-таки этот разбор не отвлеченный, не просто задача ответить на какой-то вопрос, а все-таки погрузиться, погрузиться в выводы из короткой фразы Священного Писания, но где Господь делает очень радикальные шаги в отношении своего творения. Поэтому давайте откроем Евангелие от Марка, 11 главу, и прочтем 14 стих. «И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек, и слышали то ученики Его». О ком речь? Ну, конечно, о смоковнице. Смоковница растет. Если мы поглядим на предыдущий стих, то увидим, что смоковница очень хорошо росла, у нее были листики, ну, там про корни ничего не говорится, но, в общем, здорова она была. То есть все у нее было хорошо, кроме плода духовного. Плода не было. А так она со стороны поглядеть, все с деревом, все хорошо. Почему же Господь берет и вот так, говорит, не будет от Тебя больше плода вовек? И если мы посмотрим, то мы не увидим именно здесь в Евангелии от Марка, мы не увидим слов о том, что смоковница засухла. Я бы на это обратил особое внимание, потому что вот когда смоковница засыхает и листьев не видно, то и вывод совсем другой. Давайте все-таки предположим, что раз здесь Евангелие от Марка это не сказано, то тоже смоковница в каких-то ситуациях может засыхать, а в каких-то может и не засыхать. Тоже, конечно, если мы смотрим вот это повествование о смоковнице, которая прекрасно себе росла, зеленела, но плодов не приносила, и потом она засыхает, то тоже из этого можно сделать свои некоторые выводы. И вот Господь берет, и человек уже грешный, а человек такой злодей, и Господь говорит, ну что тебе жить на земле, соки земли тянуть из этого мироздания? Все, умираешь ты, засыхаешь и сходишь на суд. Однако то, что в Евангелии от Марка не сказано ничего о засыхании смоковницы, то тогда мы по этому можем сделать еще другой вывод, который пригодится, он не будет противоречить первым, он просто пригодится для иных ситуаций. Вот мы видим, человек берет, и у него, в принципе, все земное, то есть вот его какие-то земные успехи, он крепко стоит на ногах в этой жизни, корни, он ресурсами земли пользуется, вот листья у него, роскошное одеяние, роскошный весь антураж, он сам весь там в роскошной колеснице, в роскошном дворце находится, да, все зеленью он окружен, не только зеленью листьев, а просто каких-то там денежных знаков, все вот вроде у человека хорошо. И Господь рядом прошел и даже оценил, говорит, нет у тебя плода духовного, нет у тебя любви, нет у тебя стремления к Богу. И не иссушает, и человек не умирает, человек дальше живет, и мы как раз говорим, Господи, я вот там тружусь, я молюсь, я стою жить честно, и вот, ну, какие-то неудачи терплю, а тут человек, ну, просто, ну, злодей. Да, ну, если не злодей, совсем страшно, ну, ни о ком не думать, ну, прежде всего, о себе любимом. Почему же вот такие страшные злодеи, они живут там долгой жизнью, с хорошей там медициной, умирает там в глубокой старости, в богатстве, в окружении слуг, которые там с придыханием на них смотрят, все там капризы их исполняются. Почему так происходит? Главное, что нам Господь говорит, вот по итогам вот этого взаимодействия со смоковницей, говорит, ну, не будешь иметь ты плодововик. Господь может дать долгую жизнь человеку, жизнь, которая будет изобиловать дальше, которая тоже, она будет впитывать соки земные, тоже будет опора у нее, тоже будут листья шуметь, то есть даже никакое вот это имущество окружающее, никакое благополучие, даже здоровье будет, все тоже, все будет хорошо. Но Господь говорит, плода у тебя больше не будет. Надо помнить, что плод — это то, что уже для будущей жизни, то есть плод, он не имеет отношения к растению, это то, что прорастает потом, и плод — это в евангельском смысле, это то, что дает нам в Царстве Небесном существовать. Господь проходит с ожирением мимо такого человека, и говорит, ты тоже мое любимое создание, ты тоже человек, я из-за тебя тоже умирал, я из-за тебя тоже творил, я твою душу вдохнул, вдохнул, и родители тебе дали тело, да, вот я душу дал, и ты живешь, ты тоже мое создание, ты мой сын. Но я вижу, что у тебя плода духовного нет. Если бы я видел, говорит Господь, что ты еще как-то плод можешь исправить, я бы взял тебе частично заширшил какую-нибудь веточку, да, и там раз проблемы с здоровьем начались, рука бы отнялась, или нога, или какая-то тоже там внутренне тяжелое заболевание, как вот болезнь поражает дерево, оно засыхает, и тоже уже значит надо что-то делать. И человек начинает исправляться. Если человек не безнадежный, ему как раз выпадают, ну, какие-то там тяжелые болезни, о, сколько людей, сколько людей даже вот, ну, в реанимации перед смертью приходит, ой, батюшка, да, верил, да, в принципе верил. Почему он испуг не ходил? Ну, не знаю, вот с ней все. Человек уже толком говорить не может, а вот тут кается, кается, причем искренне, он неформальный, у него правда душа болит, не только, он уже не думает о том, как тело его болит в этом реанимационном отделении. Ему тяжело, он хочет вот покаяться, и Господь, значит, ну, не зря эти страдания дает. Он же говорит, нет, надо тебе чуть-чуть подзасохнуть, надо, чтобы какой-то там внутренний орган у тебя перестал работать, да, вот какая-то болезнь, какой-то вирус тебя сразил, какие-то раковые клетки начали расти, и тогда ты действительно спохватываешься. То, что Господь прошел, вмешался и стала смоковницей, смоковницей нашей, смоковницей хуже, это не зря, это уже, значит, уже может она брать и как-то измениться, измениться, и вот, да, возьмется смоковница, частично засохла, уже половина веток не собирают солнечный свет, не вырабатывают кислород, половина корней уже не могут водичку впитать, зато на другой половине, ну, хоть один какой-то маленький плод вырастает, смоковница, понимая, сейчас умрет и хоть что-то оставит после себя. Точно так же и человек, который берет, и Господь посещает, и наоборот, жизнь рушится, и какие-то проблемы возникают, какие-то сложности, он может плод духовный вырастить, и наследие Царства Небесного через это получить. Если же Господь проходит и говорит, да, листочки, да, корешки, да, хорошо стоишь, хорошо живешь, я тебя люблю, плода у тебя уже, я вижу, духовного нет. Зачем мне тебя мучить? Зачем мне тебя мучить? Зачем мне мучить вот это свое создание? Зачем мне мучить этого человека, если это на него никак не повлияет? Пусть он живет все дальше злодействуют, пусть он живет, думает только о себе, пусть он дальше богатеет, пусть дальше у него будет идеальное здоровье, пусть дальше его только там конкуренты гибнут, а он только выживает, и там от пересадки там очередного сердца и своей жизни продолжает дальше и дальше, и наслаждается всеми возможными земными удовольствиями. Пусть. Плода-то духовного не будет. Вот это как раз, наоборот, самая страшная ситуация, когда человек вроде он во зле весь, и ему завидовать, что у него все хорошо, там, со здоровьем, в материальном плане, даже с почетом, уважением людей, возможно, да, какой-то заслуженный, то есть там какой-нибудь рок-певец, который тоже имеет там армию фанатов, спортсмен, да, политик там с мощной группой поддержкой. Что завидовать этим людям? Это значит, что Господь мимо них прошел, мимо их злодейств, и понимает, что их уже не исправить. И он не хочет это мучить, а говорит, да, растите, пусть листочки растут, пусть корешки все вытягивают, соки, да, там, вот эти доходы, все, пожалуйста, берите из этой земной жизни, потому что уже плод духовный, жизнь вечная вам не светит. Уже, значит, Господь, увы, опечальный, проходит мимо и говорит, да не будет тебе плодового века, это не то, что Господь запрещает дорогу в царство небесное вести. Он говорит, ну, что тебя мучить, ты не хочешь, и я тебе не буду заставлять этот плод расти. Живи дальше, как хочешь, без меня. И поэтому, когда мы видим человека, злодействующего, человека дурного, хотя и тут тоже мы, опять же, не можем до конца обсуждать, потому что это, да, вот что мы слышали в конце этого стиха, что ученики слышали слова Христа, не ученики сказали, ой, Господи, смоковница еще плод не приносит, а они слышали его вывод. Точно так же не наше дело кого-то осудить и сказать, ой, ну, вот этот человек совсем погибли, ой, этому человеку Господь дал какую-то болезнь, и чтобы там, наоборот, поменялся, покаялся. Нет, мы ученики Господа, мы только ему внимаем, мы только смотрим, как Господь сам взаимодействует с человеком со стороны, Господь сам без нас разберется. Поэтому мы можем не анализировать, но понимать, что Господь абсолютно справедлив и абсолютно заботлив. И он просто заботится обо всех по-разному. Если бы он видел, что и мы, люди совсем безнадежные, страшные грешники, он бы тоже нам дал какой-то запас земных благ, которые счастливее, конечно, нас бы не сделали, но нашу жизнь сделали более комфортную, более широкую науку мы смогли бы жить, более как-то уверенно в плане самочувствия. Все бы сделал. Но все-таки, раз это с нами пока не произошло, значит, все-таки надежда на плод духовный в нас есть. Значит, что-то мы можем принести такое, что поможет нам жизнь вечной, Царствие Небесное наследовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова